В Айказском крае в прошлом году около 1100 сирот было передано на воспитание в семье. Но у каждого десятого из них неподготовленные приемные родители вернули в детские дома. Спасет ли от душевных травм сирот обязательно ли к без родительства в специализированных центрах для усыновителей? В сути вопроса попыталась разобраться Елена Комогорцева. В семье Астраханцевых двое кровных, двое приемных детей. Мальчишки почти ровесники. А вот между девочками Иветой и Ксюшей разница в 11 лет. Но это не помешало им стать сестрами и подружками, у которых свои девчоночьи секреты. Пальчик толстый и... Пошел. Садосливами пошел. Указательный с порога указал ему дорогу. В комнате Никиты мужской мир. Куклам, косметики здесь места нет. Зато нашлось место брату Ване. И мальчишек теперь водой не разольешь ни дома, ни в школе. Например, кто-нибудь на нас нападет, а мы будем защищаться. Мне нельзя обижать брата, сестру или моих одноклассниц. Ваня и Ксюша на новое место жительства переехали 30 декабря накануне нового 2012 года. С их появлением уклад жизни семьи Астраханцевых претерпел изменения. Родителям со стажем пришлось решать новые сложные педагогические задачи. Первое, что запомнилось, это Ксюша, которая ни разу не видела кошку и собаку. Вот тут она нам дала дрозда. Мы бегали за ней, она боялась кошку, она боялась собаку. У нее такие были истерики страшные. Она материлась ужасно. Да, предлагала мне всех выбросить далеко подальше из дома. 31 числа мы когда накрыли стол, ну тут шампанское, все-все-все. Ваня когда увидел у нас, что стоит, горячительный, да, он удалился и залез под одеяло с головой. Он спрятался, потому что мы тогда еще не знали, как там, что у него в детстве было, в раннем. Вот, как бы мы его вытащить не могли, ни на салюты, никуда. Вот так потом было страшно. Страх и растерянность помогли преодолеть в школе приемных родителей. До сентября 2012 года ее курс был делом добровольным, как оказалось для семьи Астраханцевых еще и необходимым. Татьяна признается, уроки помогли понять не только новых членов семьи, но и кровных детей, и даже себя. Адаптация Ксюши и Вани в семье, конечно, не прошла без сучков и задурин, но все же многих ошибок удалось избежать. Это здорово, что школа стала обязательной, потому что ситуация очень сложная. Боятся родители, боится ребенок перед помещением в семью. И когда, ну, родители приходят в детский дом и им вручают того ребенка, которого они выбрали, они остаются одни. Они не знают, как начать разговаривать с ребенком. Они не знают, как построить отношения. Они не знают, чем отличается этот ребенок от вообще детей, воспитывающих в биологических семьях. Незнание и завышенные родительские требования. В моих руках станешь лучше всех. Не лучшие советчики в деле воспитания. В результате возврата ребенка в детский дом. В семье же Астраханцевых даже мысли такой не возникает. Для мамы и отца Ваня и Ксюша свои навсегда. Елена Камагурцева, Фатна Серли, Вести Чита.